Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Каждый сезон выращиваю некоторое количество таких замечательных культур, как кабачки и патиссоны. И этот год не исключение. Стараюсь место выбирать с учетом хорошего предшественника. Картофель и фасоль это лучшие предшественники для кабачков. Но довольно неплохо они растут и после капусты, лука, помидоров и клубники. Очень хорошо с осени внести на место, где будут расти кабачки, перегной куриного помета. Частенько это делаю. 2-3 килограмма на метр квадратный и примерно по ведерку песка. Кабачки и патиссоны в нашей местности обычно сеют после 25 мая. Но весна в этом году необычайно теплая, поэтому эти культуры были посеяны еще 16 мая. Очень рано. И сегодня уже появились первые всходы. То есть через 8 дней после посева кабачки уже взошли. В этом сезоне использую всего 2 сорта кабачков. Это белоплодные и сорт зебра. Плоды у них очень вкусные и урожай неплохой. Патиссоны буду выращивать сорта зонтик. Глубина посева для этих культур примерно около 5 сантиметров. Сею как правило загущено, сею сухими семенами, без предварительной обработки. Сею очень просто. Пальцем делаю отверстие на необходимую глубину. Размещаю туда семена, заравниваю и на этом посев закончен. Это чрезвычайно простой способ, но тем не менее результат получается неплохой. Причем мульчи при выращивании этих культур не применяю. Нет у меня ее в достаточном количестве. Поэтому после посева стараюсь поддерживать влажность почвы в нормальном состоянии, чтобы не образовывалось корочки. И после этого ростки благополучно пробиваются на поверхность и всходы оказываются неплохими. Обычно всходы появляются через неделю. Повторюсь, в этом сезоне кабачки взошли через 8 дней. Это вполне нормально. Конечно, это очень ранние всходы. До 15 июня в нашей местности возможны заморозки. Поэтому приготовлено укрывное полотно и полиэтиленовая пленка, чтобы защитить эти культуры от заморозков. И в случае необходимости их буду прикрывать. Ну и в конце пожелаю всем огородникам выращивать эти замечательные культуры. И кабачки, и патиссоны. Они очень вкусные, урожайные, неприхотливые, полезные. Плоды их довольно неплохо хранятся. Их можно использовать и в зимний период. Так что, с какой стороны не посмотри, и кабачки, и патиссоны стоят того, чтобы ими заниматься. В конце пожелаю всем хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.